всем привет сегодня у нас с вами очередное влоговое видео и хотел бы начать вам с небольшого такого хвостовства мне сегодня сбылась очередная хотелка я раздобыл zt 301 причем не очень классно повезло во первых эти ножи давно не производятся а я хотел именно зеленой накладкой именно 301 во вторых это культовый для меня нож поскольку его дизайнером является ken onion это блюры и ник страйдер это считает блюр и страйдер в одном флаконе мне очень повезло с номером я понимаю что это такие зайчи и понты но тем не менее когда номер приятные вдвойне приятно и самое главное что эта версия с сухарем да что версии 301 сухарем было выпущено очень мало 303 их черная накладка их было ну нормально а вот этих было очень мало это просто шикарный нож и именно такой хотелки я не мог просто пройти и приобрел но не об этом сегодня речь сегодня мы с вами поговорим про youtube про то как зарабатывают и собственно про накрутки потому что про накрутки последние четыре дня все как взбесились и спрашивают типа вот как чё сейчас крутят не крутят youtube и все остальное потому что там вот сейчас типа чистки будут расскажу вам немножко значит что такое чистка на ютубе раньше крутили как покупаешь тупо ботов это как бы ну просто дохлый аккаунт из которых не идет никакой трафика не просто на тебя подписаны ну и в лучшем случае поставили тебе однажды лайк и на этом собственно и все и поэтому когда youtube устраивает чистку он таких вот вычищает выкидывает плюс туда же попадают люди которые допустим когда-то на тебя подписались со своей учетки потом забыли пароль от учетки не заходят а все на тебя подписаны подписались на тебя уже с другого аккаунта все остальное вот этих вот которые там аккаунты которыми тоже давно никто не пользуется их тоже откидывают вот и на самом деле многие я так понимаю что сейчас кичатся тем что вот сейчас будет типа сейчас будет чистка и вот посмотрим сколько у нас отвалится раскрою вам секрет сейчас крутят по хитрожопому если вы зайдете в google и вобьете в google и в поиске биржа заданий вы получите список из самых популярных вот этих вот порталов к чему биржа заданий в общем это такой портал на который приходят две категории людей первый чтобы заработать вторые чтобы раскрутить свой инстаграм вконтакте либо youtube канал поскольку мы говорим про youtube мы будем вот на примерах youtube в чем суть вы как желающие раскрутиться даете заданием типа вот ссылка на мой канал нужно посмотреть последний ролик минимум полторы минуты это то время которое youtube нужно чтобы вас зафиксировать как зрителя чтобы более-менее был показатель удержания затем поставить лайк оставить комментарий и подписаться на канал и вот допустим если вы выполняете эти четыре задания вы получаете 10 рублей себе на счет и противоположная как бы сторона до обратная сторона этой медали это школьники студенты мамы декретницы и не знаю там бабушки безработные которые сидят целый день вот этим вот занимаются и зарабатывать тем самым копеечку но я думаю что в принципе с перерывами на перекусить и пописнить можно в принципе нормально что-то как-то зарабатывать сидя дома просто вот так вот тупо просматривая youtube опять же и на эту фигню уже придумали целую кучу всяких там штуковин которые сами за тебя выполняют эти задания тебе нужно просто чтобы у тебя включен был интернет и компьютер и все оно все за само за тебя делает тебе просто капают бабосы на твой счет все и с точки зрения youtube а когда он начинает делать такую проверку готовится к чистке или проверяет твой канал на серебряную или там какую-то золотую кнопку то соответственно он этих людей не видит поскольку это активные люди которые каждый день подписываются на кого-то что-то смотрят все остальное для ютуба это живые люди вот так вот сейчас и крутят а вы спросите а зачем крутят ну типа ты же знаешь что ты не популярный и как бы ну какая разница это же просто цифра совершенно верно но как правило таким занимаются исключительно коммерческие каналы те которые зарабатывают на этом вот к сожалению в россии в принципе интернет торговля сильно отстает от всего мира а интернет торговля ножами это просто она еще от этого отстает от российского до чтобы вы понимали и к сожалению в россии нету ну как бы в компаниях зачастую не маркетологов которые бы разбирались smm специалистов опять же нет это вот специальный маркетолог по социальным сетям нету поэтому никто эту фишку не сечет и все в основном ведутся на суммы ну на количество до этих подписчиков ввиду этого вы очень легко можете приходить к любому производителю и говорить типа у меня там 200 тысяч подписчиков и тебе говорит о клево и ты говоришь там это стоит там 50 тысяч за ролик все равно что я сделаю стоит 50 тысяч за ролик и как бы тебе дают на этом есть определенные каналы даже в ножевой среде которые исключительно за счет этого живут и существуют поэтому в принципе если у вас есть какие-то подозрения как правило это коммерческие каналы которые не скрывают что они коммерческие и вы в принципе всегда можете в ю тубе сделать следующее вы можете написать допустим реклама на канале и название своего канала допустим реклама на канале эти 52 1454 и погуглить как правило у коммерческих каналов у них есть рекламный сайт на котором они пишут сколько стоит какой ролик причем зачастую и даже выкладывают конкретные ролики с конкретными цифрами и вы понимаете что ну как бы это было вот это человек показал просто потому что заплатили они потому что это хорошо ну и скажем выводить на чистую воду могут такие каналы только производители давая предоставляя купон коды на скидку и подсчитывая результативность по итогам только таким методом можно их выводить на чистую воду потому что используя различные специальные сайты анализаторы вы все равно придете к выводу что ну как бы все в порядке потому что это живые люди это живой трафик и все остальное и как правило такие каналы именно с этого живут это их основной доход есть опять же полу коммерческие каналы допустим я себя именно к таким и отношу что такое полу коммерческий канал это когда есть возможность иногда получать ножи без денег собственно ты получил ножи без денег ты их протестировал и допустим понравилось оставил себе не понравилось продал ниже рыночные со своей же барахолки но это бывает не всегда иногда это тебе дают просто скидку ты все равно покупаешь за деньги а иногда бывает что вообще не дают и в этих случаях я не брезгую допустим посмотреть у своих коллег по ютубу кто работает с этим производителем какой-нибудь купон код и просто купить с его купон кодом ничего зазорного в этом не вижу это нормально чтобы сэкономить денег вот кстати вам могу сказать что очень многие зарубежные производители не хотят работать с россией не хотят ничего слать в россию потому что у нас очень много проблем с таможней очень все сложно какие-то сертификаты еще что-то в европе такой фигни нет поэтому в европу шлют значительно комфортнее значительно проще чем в россию вот так вот относительно полу коммерческих и вот относительно своего канала несмотря на то что есть возможность получать ножи иногда бесплатно потом их продавать канал съедает больше чем это приносит на самом деле это скажем так возможность не сильно залазить семейный бюджет вот это единственное для чего канал интересен вот лично для меня потому что это на самом деле нажимание это такая болезнь которая не лечится я очень много раз себе обещал что типа надо завязывать или там надо меньше покупать но это не работает и вот была августовская барахолка да когда распродал ну там две трети своей коллекции потому что мне нужна была определенная сумма денег и сейчас как бы сумма еще нужно еще нужно где но вот такие моменты не удается на самом деле устоять и все равно ты покупаешь это то это это реально это не лечится вот поэтому это для меня просто возможность не лезть сильно в семейный бюджет чтобы как бы моя семья от этого не сильно страдала поскольку это во первых очень много времени занимает и достаточно много денег и есть каналы это не коммерческие каналы это молодые ребята которые начинают вести свой youtube канал просто что-то сами покупают что-то просят у друзей чтобы мы прислали как правило такие канал ну опять же я сам с такого начинал и на самом деле сейчас мне смотреть такое не очень интересно потому что когда ножей у тебя мало тебе каждый нож класс о супер и как бы я не осуждаю этих ребят я прекрасно понимаю их эмоции потому что но по-другому никак тебя все удивляет все клёво все супер а вот а когда ты уже много всего посмотрел ты такой как как толстый старый ленивый кот смысле ты уже вот этот китикат есть не будешь потому что так я пробовал ничего интересного вот как то так если очень грубо вот поэтому вот там заработок бывает прямой когда вот так вот накручивают каналы обращаются за денежку снимать все что угодно хоть тактические прокладки хоть все что угодно кстати еще очень важный показатель на который вы можете обратить внимание посмотрите на все старые каналы которые в принципе есть на на живом ю тубе возьмите сашу виненула возьмите руслана киясова возьмите артура возьмите меня возьмите вовуху возьмите заливаху возьмите джи 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 фор дон мигель по моему был на fkz посмотрите это каналы которые существуют давно причем некоторые уже к сожалению перестали существовать но тем менее посмотреть количество подписчиков на самом деле открою вам не знаю может быть вы знали русскоязычного ножевого сообщества да но не то что сообщества это я громко сказал людей которые на русском языке смотрят youtube интересуются ножами именно всерьез от 30 до 35 тысяч не более все больше нету все остальное это типа залетные потом нож зоны самый лучший нож в мире все остальное а реально тех людей которые интересуются что-то смотрят что-то какие-то обзоры смотрят их всего от 30 до 35 тысяч именно поэтому в принципе у всех перечисленных блогеров в принципе ну плюс-минус одинаково по подписчикам и поэтому много лет уже плюс-минус опять же не растет да кстати обязательно крысу возьмите в этот топчик да это герцен он тоже уже канал ведет черти сколько посмотрите вот и делайте выводы относительно того что если вы сравниваете с каким-то каналом то вы будете понимать где тру а где не тру поэтому как-то так не знаю была ли вам интересна эта информация помогла ли она вам как-то или нет но к сожалению все именно так и есть на этом наверное все всем спасибо пока